Всех приветствую на канале Твой конфиг В этом видео мы протестируем i5 и 10 поколения в паре с RTX 2070 Super DDR4 16 гигов и посмотрим результат в синтетических тестах а также в играх и его актуальность в 2024-2025 году Приятного просмотра! Как обычно начнем с технических характеристик i5 и 10400F 14 наномикрон техпроцесс 6 ядер 12 потоков кэш 3 уровня 12 мегабайт материнская плата в данный момент у нас используется гигабайт на B чипсете 560 HD3 самая последняя версия биуса оперативки 16 гигов двухканальный режим XMP профиль оперативка китайского бренда KUSO ну вроде не и неплохая в соотношении стоимости видеокарта у нас RTX 2060 Super 256 бит 8 гигабайт DDR6 на чипах Samsung как обычно бенчмарк от CPU-Z в сравнении с i7 10700 как мы видим в мультипотоке проигрывает значительно и также в однопотоке что самое интересное до этого была сборка тоже на i5 но 12-го поколения 12400F там результаты на одно ядро прям были очень даже хорошие а дальше AIDA64 тест кэша и памяти как вы видите на чтение 43000 латентность 57 очень хорошая но из-за таймингов конечно результаты не очень если подужать будет значительно лучше но мы с вами люди простые мы такой ерундой не страдаем КПУ КВИН 67000 баллов не дотягивает немножечко буквально до i7 7800 ну и в завершении конечно по синтетическим тестам Сайнбенч 24-го года как вы видите вот такие результаты как по видеокарте мультипотоку и однопотоку очень даже неплохо и в принципе можно по синтетическому тесту судить что сборка вполне актуальна и еще и можно будет пользоваться не один год я думаю что в домашних условиях при Full HD мониторе она сможет покрывать большинство ваших задач ну и первая игра у нас Forza Horizon 5 Full HD высокие настройки графики результаты Horizon высоких настройках графики 112 кадров как вы видите график почти ровный и все казалось бы неплохо но видите рекомендуемый параметр очень высоко сейчас мы еще протестируем на самых высоких настройках графики и посмотрим какие результаты будут в тесте поставили экстремальные настройки графики как вы видите Full HD 67 кадров стабильно картинка прям стала красивая здесь тоже немного изменился и в целом прям вот конечно все это круто ну вы скажете Horizon конечно пятая очень хорошо сбалансированная игра и идет на любой помойке даже на старой видеокарте давай нам что-нибудь блин то что прям жрет ресурсы с этого компа ща будет ребят действительно свежая игра Atomic Heart или Heart в общем я не шарю за английский да и не надо мы в России живем качество графики у нас стоит высокое есть небольшие фрезы ну 70-80 кадров есть в общем и целом тащит переходим к следующей киберпанк DLSS отключен в общем всякие вспомогательные штуки все выключено включая DLSS и сейчас запускаем результаты теста 71-44 это среднее значение понятное дело что это не отображает всю суть но приблизительно мы можем понимать можно ли на i5 10-400 в паре с RTX 2060 Super играться в такие мощные игрушки да если у вас монитор Full HD то очень даже можно играть в принципе вообще во все и не особо-то обламываться если подвести итог то системный блок стоимостью 47 тысяч рублей очень даже годный для Full HD гейминга а также рабочих задач более чем достаточно я думаю что на пару лет это уж точно хватит причем на высоких настройках графики вы сможете получать реально удовольствие в игрушках посмотрели видео до конца ставьте лайк не забывайте подписываться на мой телеграм-канал а также дзен с вами был Евгений канал Твой конфиг впереди еще ну много еще сборок различных есть что снимать есть что тестировать и есть что посмотреть и есть что посмотреть нет а не а Продолжение следует...